Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Государственный внешний долг России в марте 2015 года снизился на 1,4% до 53,5 млрд долларов. Внешний госдолг, выраженный в евро, увеличился почти на 1 млрд евро. Основной причиной снижения внешней задолженности России в марте было уменьшение долга перед нерезидентами по еврооблигациям с погашением в 2030 году. Отчасти это свидетельство того, что России хватает заработка на себя. С другой стороны, это никак не свидетельствует о том, что экономика выздоравливает. Пока Россия борется с внешним долгом, восьмая часть населения страны борется за выживание. Доходов многим гражданам с трудом хватает лишь на питание. Более половины горожан признаются, что могут позволить себе лишь покупку предметов первой необходимости. И это данные Департамента социологии Финансового университета при правительстве России. Специалисты отмечают, что количество бедных медленно сокращалось, однако в прошлом году количество бедняков резко возросло. В первом квартале этого года количество россиян, живущих за чертой бедности, сравнялось с численностью представителей среднего класса. Городами с наибольшей долей бедных жителей стали Липецк, Волгоград, Саратов, Ярославль и Пенза. Наименьшее число бедных отмечено в Грозном, Красноярске, Екатеринбурге, Москве и Хабаровске. В марте Кипр посетили 97,5 тысяч туристов, что на 25,7% больше, чем в марте 2014 года. Возросло количество туристов из Великобритании, также увеличился туристический поток из Греции и Германии. А вот российских туристов стало меньше на 3,4%. Правда, у киприотов есть повод для радости. Снижение турпотока из России оказалось не таким масштабным, как ожидалось. Российский рынок акций открылся с незначительным изменением котировок по отношению к основной торговой сессии вторника. Индекс ММВБ поднялся до отметки 1679 пунктов. Среди лидеров роста – ЛСР, Полюс Золото, Акрон, НЛМК, Яндекс, МВД, Мечел и Преф и Сургутнефтегаза. Список аутсайдеров возглавил мегафон на фоне публикации квартальной отчетности. Хуже рынка также выглядят Татнефть, Новотек, ОГК-2 и Соллерс. Российские торги открылись на фоне снижения цен на нефть, а также в ожидании итогов заседания ФРС США по ставкам. Динамику индексов азиатского региона можно назвать умеренно пессимистичной. Курс доллара на 29 апреля – 52 рубля 30 копеек, курс евро – 56 рублей 90 копеек, золото стоит 2020 рублей за грамм, серебро стоит 27 рублей 44 копейки за грамм, цена нефти марки Brent – 64 доллара 38 центов за баррель. На сегодня это все, удачи в делах.